всем привет меня зовут оксана сегодня мы с вами будем готовить домашние сосиски вообще давно хочу попробовать ну как-то не добирались руки не доходили в общем не добиралась как вот что нам для этого понадобится я вам скриншот рецепта вставлю который я нашла в интернете ну естественно я немножечко там чуть-чуть по-другому делаю во первых в рецепте там 500 грамм грудки курицы а у меня полтора килограмма грудки индейки до соответственно всех других молоко и яйца нет уже в три раза больше вот что мы с вами делаем в блендере я буду перемешивать кладем в блендер филе порезанное кусочками заранее уже подготовила примерно до одну треть и одну треть молочка сюда и одно яичко и все это перемолоть что-то Субтитры сделал DimaTorzok Все это перекладываю в чашечку. Консистенция, конечно, должна быть гладкая, ровная, поэтому лучше грудку не перемалывать в мясорубке, а лучше, конечно, блендером. А если в мясорубке, то самая мелкая сисечка надо выбрать и можно еще провернуть на два раза. То же самое я делаю с остальным мясом. Почему я сразу добавляю сюда жидкость? Именно для того, чтобы мясо помельче перемололось. Чем больше жидкости, тем оно будет у нас мельче. Еще по рецепту надо сливочного масла, но у меня дома его сейчас просто нет. И что я сделаю, я сейчас для жиринки немножко добавлю подсолнечного. Так, еще сейчас сразу добавлю, в рецепте нет, но я очень люблю привкусные легкие горчицы, поэтому добавлю сюда же в блендер горчицу, чтобы лучше перемешалось. Ну и теперь у нас время специй. Там у нас по пол чайной ложечки, где по целой чайной ложки буду. Паприка. Сладкая. Паприка копченая. Можно даже чуть побольше ее. Черный перец. Так, наверное, сделаю сюда же приправу для мяса. Здесь разные травки. Так, ну что, еще такая у меня приправа есть. В общем, я думаю, что можно любые приправы добавить, какие вам нравятся. И сюда же у меня здесь адыгейская соль. Все, теперь перемешаю, посмотрю, что получится. Девочки, магазины сосисок не ели прям уже два с половиной года, ну то есть пришла на ПП прям ни разу. Единственное, что из вредности я себе позволяю, это вот эти хребты семги, которые я вам показываю часто в своих тарелочках горячего копчения. И все. Вот такой получился форш. Что называется, ложка стоит, да? Такой вязкий прям. И теперь нам нужна пищевая пленка, ножницы и нитки. Попробуем формировать сосисочки. Рекомендуется на одну сосиску две ложки фарша. Ну, я сейчас посмотрю, как. Так, теперь я думаю, что ее надо немножко так вот. сдвинуть, чтобы она была плотненькая. Сейчас мы одну сторону завяжем. Ну что, придется немножко повозиться. Конечно, намного проще пойти и купить в магазине. Ну, девочки, представьте, здесь чистое мясо, яйца, молоко. А не понять, что там нам в магазине добавляют загустители, эмульгаторы. В общем, всякую ерунду. Ну, вот такая сосисочка у нас получилась. И весь фарш буду делать вот такими же конфетками. Пока-пока поставлю, кстати, воду кипятиться. Варить их мы будем 10 минут. И в пищевой пленке, конечно же, можно их варить. Ну, что, девочки, как я предполагала, тем дальше, тем лучше получается. Во-первых, я взяла нитки, клубочек, чтобы вот эту тоненькую нить 10 раз не сматывать. Вот, это гораздо проще, нарезала. Ну, и сматывать тоже получается уже побыстрее. Делаю прям на полную колбаску. Конечно, если вы хотите, чтобы она у вас была, сосисочка, помельче. Можно фарша ложить меньше, да? Но я так не люблю вот это вот играться. Люблю все очень быстро. Кстати, я скажу вам, что фарш прям как-то пахнет колбасой. Вот. Аккуратненько, аккуратненько. Пока сворачиваю, вообще не уплотняю, ничего не делаю. Просто скатываю. И так пусть тоже получается, что, наверное, надо уже производство открывать. Девочки, кто в теме не заказывать? Заказывайте натуральные сосисочки. Ручной работы, между прочим. Ниточку делаем и просто вот так тук-тук-тук-тук-тук. Все. Ну, конечно, нитка потуще завязывать намного легче. Вот такие вот сосисочки. У меня тут их, видите, уже прям целая куча. Немножко осталось фарша совсем. Тут буквально еще, наверное, на две штуки. Вот, вода закипит, и я к вам подключусь. Я уже половину закинула. У меня вода закипела. Вот, закинула. Теперь жду, когда закипит водичка. И в рецепте написано было варить 10 минут, но у меня грудка индейки. Куриная грудка быстрее варится. Поэтому я думаю, что 15 минут они покипят. Нитки, кстати, вот такие вот брала. Просто клубочек. Вот. Получилось всего у меня их 16, но они, видите, такие прям большие. Большие сосисочки. Не знаю, что будет на вкус. Ну, думаю, что будет прекрасно. Не знаю, знаете, скорее, что будет не на вкус. Не будут ли они разваливаться. Вот. Ну, будем надеяться, что у нас все получится, девчонки. Это первый такой опыт. Вижу уже, что вот есть воздух под пленочкой. Кстати, есть на Валберис. Не знаю, как оно там правильно называется. Но вот эти вот кишки натуральные для колбасок. Я, правда, даже не помню. У меня есть, по идее, должны быть насадки на мясорубку для них. Вот. Если вообще понравится вот мне такая тема, то можно было бы попробовать, наверное, заказать. Заказать и делать прямо из натуральной оболочки, да? Сосисочки. Ну, это все потом и так. Даже не то, что в планах, а мысли вслух. Вот. Ну, что, показывать пока больше нечего, да? Сейчас оно все закипит. 15 минут засекаю, эти вытаскиваю, следующую закидываю. Думала туда лаврушку что-то положить, а потом я так понимаю, что смысла нет. Потому что оно же в пленке, да? А специи внутри колбаски, там их очень много, там их достаточно много. Вот. А через пленку все равно та же лаврушка, она, наверное, запах и вкус не попадет. Я даже воду посолила и тоже думаю, а надо ли было? В натуральной оболочке, наверное, надо было бы, да? И можно было бы, а вот так вот. Ну да бог с ним. В общем, покажу уже, что получилось, когда они сварятся. Ну и потом, может быть, еще на сковородочке-гриле их обжарю тоже покажу, что получилось. Вот так вот их раздуло. Посмотрите. И хвостики все стали пустыми. И там внутри... Видите, да? Ой! В хвостике там сок образовался. Вот. В общем, их раздуло душевно, видите? Все хвостики опустошились. Но само мясо спрессовалось. Как бы съеживать, что ли. Должно быть, в общем, плотно. Что? Достаю я это все, остужаю и потом развернем, посмотрим, что там получилось. В общем, девочки, смотрите, поотрезала кончики с одной стороны. И теперь они так легко достаются. Просто стягивается пленочка. И все. В общем, довольно плотненький. Я уже одну попробую. У меня немножко лишнего было соли. Фарш должен быть чуть-чуть недосоленный. Сейчас покажу в разрезе. Смотрите. Ну, прям прекрасно, мне кажется. И сейчас я их, в общем, на сковородочку-гриль сделаю мы их покрасивее. На вкус все, сосисочки готовы. Вот такая огромная получилась тарелка. Ну, то есть, это большая прям тарелочка. Ну, на полтора килограмма фарша. Сколько их? Полтора килограмма, наверное, получилось из сосисочек. Немножко пришпарила их на гриль-сковородочке. Пахнет ополотенно. Все, девочки, приятного аппетита. Готовьте с удовольствием.